Всем привет! Как у вас дела? Как у вас настроение? А меня с днём журналиста! Да, сегодня, оказывается, день журналиста. Какое сегодня число, не помню. Счастливые часов не наблюдают. Здесь гусик мой не отходит от меня. Ждёт, пока мы погуляем. А я бегаю по дому, вот думаю, с ним пойти гулять или поехать. У нас довольно-таки жарко. Кучу дел уже переделала. Вот. Ну, например, покормила собаку. Поменяла розочкам воду. Помыла посуду. Сварила собаке курочку. Сварила макарошки. Про запас. Сварила вот такие вот варенички. Это сыр, рикотта и шпинат. И запекла мужу курочку. Мне самое главное, лишь бы у него было мясо. Прошлый раз жарила, а в этот раз вот запекла. Какая красивая получилась. Ну, и, наверное, мы пойдём всё-таки гулять. У меня там ещё стирка. Ну, пойду я посмотрю. Может, уже можно переложить её. Потом поговорим о дне журналистики. О том, что в США происходит новенького. Да, буси вот не отходят от меня. Чебурашка. Нет, там ещё стирается. Ой, блин. Ещё 20 минут. Ну, да ладно. Займёмся чем-то другим тогда. Всё, собрались ехать на речку с бусиком. Решила всё же прокатиться, потому что очень жарко опять. Асфальт раскалённый. У нас сегодня такой военный дизайн и для дома, и для улицы. Я меняю одежду. Эту маечку мне подарил мой муж. Когда я первый раз приехала сюда, в Мэриленд, по его приглашению. Вот. А вообще, выход на улицу, конечно, занимает время, потому что беру с собой и ультразвук, защита от собак. И здесь у меня газовый балончик, защита от всех. И вот сумочка для телефона. Иду машину открывать. Босик уже пыхтит тут, ходит. Ну что, уселись наконец-то. Это, конечно, дофига занимает времени. Пока корзину собаке положила, пока всё упаковала, воду. Пока всё здесь перестелила, перезастегнула. Сейчас телефон, кстати, вырубится, но на солнце стоит. Себе, наверное, открою окно. Собаке всё закрыло. Поедем на разведку без папика. Буся пыхтит, возбуждённый. Посмотрим, что там на речке. У меня единственное вот, чтобы там собак не было больших. Выезжаем с нашего, как здесь говорят, нейборхуд. где-то 26-27 на солнце. Слышите? Пыхтит. Это босик пыхтит. Ну, всё понимает. Я ему сказала, иди, жди. Мама машину открывает. Смотри в окошко. Первый раз едем с ним вместе на речку. Попробуем. Сегодня что у нас? Понедельник. Видите, какие молодцы, как уступает дорожку. Энгью. А, он заезжал туда. Всё равно вежливо ездит. Я притормаживаю, водитель притормозил. Я при возможности всем говорю с Энгью. Так. 25 здесь скорость. Выезжаем. Ну, в принципе, везде, где жилой район, там везде. 25. Надо быть аккуратненькой. Вот этот вот парень ходит каждый день. Но он никогда не здоровается. Не знаю, видно его или нет. Втыкивает наушники в уши. И мимо проходит, что для меня так очень необычно. Обычно сами американцы. Извините за тавтологию. Потому что смотрю на дорогу. Сами американцы лезут в глаза и как бы разговаривают, знакомятся. такой себе смолтолк. А этот нет никогда. Скорость 22 у меня. Там стоит счетчик. Некоторые летуны летают со скоростью 30. нам направо вот за этой машинкой. Видите, как все, если солнечно, все мелькает, потому что и тень, и солнце. за нами никого нет. А, отлично. Да. В задницу пристраиваются. Бусика не покажу. Ну-ка, место. Бусика не покажу. Нужно камеру вертеть. Боби место сказала. Толкай рукой его. Лезет на руль. Уже давно вместе не ездили, потому что ну, обычно он такой смирно себя ведет. На голову не лезть, если я за рулем. Слышно, да, как пыхтит? Сегодня разговоры сплошные в новостях по Америке о бензине. и вот я узнала, что оказывается может быть проблема и с электроэнергией. Еду очень медленно. Видите, здесь и переход, и машины эти понаставили. Главное, чтобы меня никто не толкал в зад. вот, проблемы якобы будут с электроэнергией. Цитировали Байдена, естественно, цитировали русские политологи. В общем, страшно жизнь становится, правда? да. Ну, их всех нафиг. Знаете, они все время население запугивают, чтобы притянуть рейтинги. А мы не будем на этом вестись, идти у них на поводу, потому что мысли материализируются. Как правильно сказать? Или материализуются. Быстренько. Вот здесь. Наконец-то можно немножко разогнаться. 35 скорость. Телефон, смотрю, еще не вырубился. Слава Богу. Что там за мной едет машина? Нет. Вот здесь вот дыра была, яма, где мост. А нет, заляпали, но не все. что, поехали. 35 скорость. Можно 40. Вот указатель осторожно олени. Буся, я больше с тобой никуда не поеду. Пыхтишь. Здесь проехали общественный бассейн, не знаю. Не заметила или работает. Наверное, работает уже. первый раз тоже еду с Бусиком вдвоем. Бусянька, ты уже узнал, да, куда мы приехали? В окно вылазит окошко-то. я подняла. Вот общественный туалет поставил. Себя покажу немножко. Что я там говорила? Буду говорить, потому что бегу но много. спасибо. Пропустили нас. Слава Богу, кстати, что люди есть. Понедельник. за мной уже машина, тут бегу. Лишь бы собак не было. все, можно расслабиться. здесь вот эти вот вверх-вниз, вверх-вниз и может внезапно машина выскочить из, ну, как бы из-под горы. Ее можно не увидеть. Посмотрим, какая здесь публика. Надеюсь, безопасно. Так, паркуемся. подержи. Продолжение следует...